Президент общества психологов СССР и директор Института психологии Борис Федорович Ломов пишет о кожном зрении. Учет результатов многочисленных проверок, аналогичные случаи, наблюдавшиеся за рубежом и совсем недавно в Москве, дают основания заключить, что такое явление, то есть кожное зрение, действительно существует и требует внимательного изучения. Правда, относительно его механизмов пока трудно делать сколько-нибудь определенные заключения. Цитаты из научной статьи «Парапсихология. Фикция или реальность?» Статья опубликована в журнале Академии наук СССР «Вопросы философии», выпуск номер 9, 1973 год. Сначала коротко об исследовании кожного зрения в СССР. Исследование кожного зрения – это более 120 научных публикаций. Четырьмя десятками советских ученых было опубликовано около 100 научных работ. Исследования проводились более 30 лет. С 1936 года по конец 40-х и с 1962 года по конец 80-х. В опытах по кожному зрению участвовало более 10 тысяч испытуемых. Это были дети из детских садов, школьники, воспитанники интернатов, рабочие промышленных предприятий, студенты разных училищ и вузов. Президент общества психологов СССР и будущий основатель факультета психологии МГУ Алексей Николаевич Леонтьев за научную работу, частью которой было исследование кожно-оптической чувствительности, получил Ленинскую премию. В этой работе он доказал, что восприятие цвета кожи руки не связано с восприятием тепла. Алексей Леонтьев – единственный психолог, удостоенный Ленинской премии. Наверное, самое удивительное свойство кожного зрения заключается в следующем. Блокирование области межбровья, над глазами, бумагой у части испытуемых отключает кожно-оптическую чувствительность. Отключает ее даже у незрячих испытуемых. Каким образом область лба связана с чувствительностью руки или ноги неизвестна, но в восточной философии и картине мира центр лба ассоциируется с органом, который отвечает за ясновидение и познание за пределами обычных органов чувств. Феномен Розы Кулешовой. Научная статья опубликована в сборнике «Проблемы кожно-оптической чувствительности». Ученые записки. Сборник 33. Свердловский педагогический институт. 1965 год. Часть первая. Основой для этой статьи послужили наблюдения над одной из наших больных – Розой Кулешовой, обладающей феноменальной способностью с завязанными глазами при помощи пальцев руки читать обычный плоскопечатный текст, определять содержание рисунков и цветовые тона предметов. Было очевидно, что больная проявляла ярко выраженную кожно-оптическую чувствительность. Случаи проявления этой чувствительности в науке и клинической практике были известны и ранее. В конце XIX века тамбовский врач Ховрин описал свои наблюдения над 32-летней больной, страдавшей истероэпилепсией. Больная была чрезвычайно внушаемой. Еще с детства у нее проявлялась эдетическая память. На уроке во время ответа страница книги с ее строками представлялась ей так ясно, как будто она видела ее перед собой. Эта женщина, как показали наблюдения, обладала способностью читать текст, написанный на бумаге, спрятанный в запечатанный конверт. При этом были приняты все меры к тому, чтобы не оставалось сомнения в том, что больная не может вскрыть конверт и вынуть бумагу из него. Вкладывалась даже светочувствительная пластинка, на которой остался бы след, если бы конверт был раскрыт при свете. Для определения содержания написанного, испытуемая должна была в большинстве случаев ощупывать и даже мять письмо. Иногда в периоды, когда испытуемая чувствовала особое предрасположение к производству опыта, у нее появлялось зрительное представление, мало-помалу, иногда в несколько сеансов, слагавшиеся в картину, соответствующую тому, что было написано. Иногда эта особа узнавала написанное с необыкновенной точностью, определяя и характер почерка, и цвет чернил. Она могла узнавать написанные цифры через четыре, пять слоев бумаги, могла определять цвет осязаемых предметов и даже цвет предметов, заключенных в специальной пробирке. Для исключения возможности индукции или внушения ее способности проверялись разными лицами. Для ощупывания она больше всего пользовалась третьим пальцем правой руки. Следует отметить, что испытуемая показала умение воспринимать рукой вибрирующий камертон, причем она чувствовала не только вибрацию, но и звук. Смоченная различного вкуса жидкостями ватка, приложенная к правой руке, давала у нее вкусовые ощущения сладкого, горького и другие. Как зрительные, так и другие представления у больной были чрезвычайно ярко выражены, вплоть до слуховых, зрительных, вкусовых, галлюцинаторных образов. Таким образом, у больной, описанной Ховриным, были не только кожно-оптические, но и кожно-слуховые и кожно-вкусовые ощущения. В работе Ховрина упоминается о двух подобных случаях, доложенных Жанне и Рише в 1886-1888 годах в Парижском обществе физиологов и психологов. Уже в наше время профессор Васильев сообщает о письме, полученном от врачей Полоцкой психиатрической больницы Шапира и Лапицкого. Они рассказывают о своих наблюдениях над больным, страдавшим алкоголизмом во время гипнотерапии. История болезни номер 186 за 1957 год. Начало цитаты. Из большой стопки газет и журналов, лежащих на этажерке, была взята газета и подана больному с приказом, не открывая глаз, прочитать название газеты. Больной молчит, глаз не открывает. Тогда врач указательным пальцем правой руки пациента делает пассивные движения у заголовка газеты. Как бы мысленно фиксируя внимание больного на данном пункте пространства при помощи кинестезического чувства руки, без прикосновения пальцев к тексту. Больной правильно произносит название белорусской газеты «Звезда». Затем таким же образом пациент правильно читает заголовки статей, отдельные предложения, слова более мелкого шрифта. Заголовки газеты «Правда» читает с закрытыми глазами через одинарный и двойной лист чистой безлинейной бумаги. После пробуждения больной припомнит, что видел крупный печатный шрифт заголовков, как через туман, а мелкий текстовый шрифт сливался в глазах. Опыт проводился при ярком освещении текста. При ухудшении освещения чтение затруднялось. Затруднялось оно и по мере усиления бумажного барьера один, два, три листа бумаги. Возможность предварительного ознакомления пациента с газетами полностью исключалась, так как он не имел доступа в комнату, где находились газеты, и не был предупрежден о характере экспериментов. Конец цитаты. Чехословацкий ученый Милан Рызл проводил опыты со слепыми детьми, находящимися в гипнотическом сне, по исследованию возможности применения осязания в некоторых условиях как заместителя потерянного зрения. Во многих случаях слепые дети, находящиеся в гипнотическом сне, правильно определяли положение часовой и минутной стрелки на часах, закрытых металлической крышкой. Рызл наблюдал, что один из испытуемых правильно определял на ощупь цвет ниток. Оба последних описания показывают, что в некоторых условиях, в частности в гипнотическом сне, возможно выявление кожно-оптических ощущений, что открывает большие перспективы в исследовании их. Пионером изучения в Советском Союзе был профессор Леонтьев, изучавший вопрос о возникновении ощущений как элементарной формы психики. Леонтьев обратил внимание на опыты Познанской, экспериментально изучавший чувствительность кожи к инфракрасным и видимым лучам. Познанская установила, что у испытуемых под влиянием длительной тренировки наблюдается понижение порогов чувствительности кожи по отношению к воздействию лучистой энергии. Она установила, что помимо тепловой чувствительности кожи имело место появление чувствительности также и к видимым лучам, что особенно сказывалось при слабых облучениях. При сильных облучениях на первый план выходила тепловая, температурная чувствительность. Леонтьев в 1938-1940 годах вместе с сотрудниками провели серию опытов, в которых ладонная поверхность руки испытуемых засвечивалась условным раздражителем, зеленым светом, тепловые лучи поглощались фильтром. А после окончания засвечивания включался электрический ток, ощущение которого было безусловным раздражителем. О засвечивании испытуемый не знал, интервалы между засвечиваниями были разные. Оказалось, что даже после 350-400 сочетаний двигательный рефлекс не образовывался. Тогда, исходя из положения Павлова, по которому для образования условного рефлекса необходимо, чтобы нейтральный агент, свет в данном случае, был превращен под влиянием специальных условий, в агент, отличаемый испытуемыми и способный вызвать у него ориентировочную реакцию. Леонтьев изменил условия опыта. Он предупредил испытуемых, что за несколько секунд до удара тока ладонная поверхность будет подвергаться очень слабому раздражению и своевременно замеченное раздражение позволит избежать удара тока. Тогда при наличии поисковой ситуации достаточно стало 30-40 опытов, чтобы появилась возможность ощущать свет. Субъективно испытуемые чувствовали струение в ладони, небольшое дрожание, как ветерок. Иногда ощущения обладали большой эффективной силой. На ладони будто черти пляшут. Леонтьев доказал, что эти смутные неспецифические подпороговые ощущения могут превращаться в осознанные лишь при наличии определенной направленной активности субъекта, то есть внутренней поисковой деятельности. Леонтьев пытался дифференцировать фоторецепцию на зеленый и красный цвет и всегда получал положительные результаты, причем в начале серии реакции определялись тепловой чувствительностью к видимым лучам. Однако Леонтьев не дал ответа, что это возникновение новой формы чувствительности или результат пробуждения присущей рецепторам кожи филогенетически древней чувствительности, хотя склонялся к последнему взгляду. Не дал он ответа и на вопрос, какие из кожных рецепторов участвуют в процессе фоторецепции, но подчеркивал значение тактильных фоторецепторов. Таким образом, Леонтьев доказал существование кожной фоторецепции и наметил некоторые пути ее изучения. Последующее исследование кожно-оптической чувствительности в 1962-1963 годах у Розы Кулешовой и других позволил ответить на многие вопросы о природе и характере этого явления. Часть 2. Первый этап – исследование способностей Розы Кулешовой. Изучение контактной кожно-оптической чувствительности. В марте 1962 года ко мне на амбулаторный прием после долгого перерыва пришла больная Роза Кулешова. Во время приема и последующего наблюдения выяснилось, что Роза может на ощупь определять цвет и рисунок на различных тканях. Содержание и цвет рисунков в газетах и журналах, а также читать с завязанными глазами при помощи третьего и четвертого пальцев правой руки обычный плоскопечатный текст. Розу Кулешову как больную я знал более трех лет. Она лечилась в стационаре и амбулаторно, однако ранее ни мы у нее не наблюдали подобных качеств, ни она сама не говорила о них. Естественно, что на такие феноменальные способности больной нами сразу же было обращено внимание. И больная в течение длительного срока, до сентября 1962 года, исследовалась и была под наблюдением в неврологическом отделении больницы Уралвагонзавода и амбулаторно в первой городской поликлинике Нижнего Тагила. Перейдем к истории болезни. Розе Кулешовой 22 года. Она является инвалидом второй группы по поводу ревматоидного арахноэдита с эпилептическими припадками. Из перенесенных заболеваний отмечает детские инфекции, ревматизм и желтуху в школьные годы, предъявляет жалобы на припадки с потерей сознания и судорогами. А также на особые состояния неясного сознания, во время которых ей куда-то надо идти, производить какие-то действия. Во время таких припадков Роза иногда выходила из дома, а придя в себя, обнаруживала, что она на такой-то улице или другом месте довольно далеко от дома, это припадки типа амбулаторного автоматизма. Роза обычно знает о приближении припадков по косвенным признакам, появлении головокружения, тошноте. Она считает себя больной около шести лет. Отец Розы погиб на фронте, мать вторично вышла замуж. Девочка почти до шестнадцати лет воспитывалась у бабушки, к которой была очень привязана и которая к ней очень хорошо относилась. После смерти бабушки она стала жить с матерью, отношения к ней и материальное положение ухудшились. Роза вынуждена была пойти работать в пионерский лагерь, летом, а затем работала санитаркой в больнице. С этим периодом жизни, совпавшим с заболеванием ревматизмом, и связывает Роза появление припадков. В начале припадки были четыре, шесть раз в год, только ночью во сне, потом раз в месяц и чаще как днем, так и ночью. В 1960-м, 1961-м годах, около года, припадков не было, а затем появились вновь. После неприятностей, отрицательных эмоций, припадки учащались. Мы наблюдали у Розы большие припадки с потерей сознания и судорогами, во время которых больная иногда ушибалась, малые припадки с кратковременной потерей сознания и припадки амбулаторного автоматизма с сумеречным состоянием сознания. Клиническая картина припадков последнего вида, чаще всего наблюдавшихся в течение последних полутора лет, была постоянной. Сознание неясное, двигательное беспокойство, зрительные галлюцинации. Припадки длились 10-15 минут. Догадывалась Роза по косвенным признакам, разбитости, головной боли. При объективном исследовании со стороны внутренних органов отмечалось лишь некоторое приглушение тонов сердца. Со стороны нервной системы отмечалась незначительная непостоянная органическая симптоматика, сглаженность носогубной складки, девиация языка, непостоянный симптом Бобинского. Острота зрения, слух, хорошие. Цветоощущение нормальное. Глазное дно без патологии. На электроэнцефалограмме отмечалась типичная эпилептическая активность. Острые, медленные волны, пикообразные колебания, диаритмия. Роза окончила 7 классов, в школе училась хорошо. Была активным участником художественной самодеятельности, всегда любила выступать на сцене и быть в центре внимания. Она сочиняет стихи буквально на ходу и любит читать их. С удовольствием по своей инициативе демонстрирует свои способности, подчеркивая, что если бы не болезнь, она бы и не того добилась. Любит фокусы, охотно показывает их с постоянным успехом. Настроение Розы иногда приподнятое, иногда, чаще после припадков, при ощущении недоверия к ней, угнетенное. По характеру она мягкая, но настойчивая, несколько навязчивая. Больная, замужем, у нее ребенок. Подобных способностей ни у кого из членов ее семьи не выявлено. В 1960-1961 годах Роза работала около года руководителем драматического кружка в обществе слепых. Там она заинтересовалась чтением слепых по Брайлю и решила попробовать читать рукой обычный текст. Стала настойчиво тренироваться, подражая слепым в чтении обычного плоскопечатного текста пальцами под контролем зрения. Вначале училась распознавать крупные буквы, затем более мелкие, с закрытыми или завязанными глазами. После длительной целенаправленной тренировки под контролем зрения, Роза могла безошибочно с завязанными глазами читать печатный текст, определять содержание рисунков в журнале, цвет тканей и так далее. Она выступала несколько раз в концертах самодеятельности, показывая свои возможности. Когда в дальнейшем припадки участились, она была вынуждена прекратить работу в обществе слепых. После ознакомления со способностями Розы перед нами встали следующие задачи, требующие разрешения. Первое – доказать истинность феномена. Второе – определить возможность восприятия ею с помощью пальцев руки, различного цветового и графического материала и в различных условиях. Третье – попытаться дать физиологическое объяснение явлению. При наблюдении выяснилось, что воспринимающей поверхностью у Розы являются в основном подушечки третьего и четвертого пальцев концевых фаланг правой кисти. Но воспринимать цвет, в частности, могут, хотя и в меньшей степени подушечки остальных пальцев обеих кистей, а также кончик языка. Перед опознаванием Роза обычно потирает шесть, восемь раз подушечками третьего и четвертого пальцев правой кисти, а бумагу или ткань – впечатление, что она в кавычках «точит пальцы», сенсибилизируя кожную поверхность перед ощупыванием. Книга, журнал при чтении или определении рисунков кладется на гладкую твердую поверхность, так как шероховатая поверхность резко ухудшает восприятие. Ткани зажимаются и мнутся пальцами правой кисти, а мелкие предметы или кладутся на твердую поверхность, или ощупываются на ладони другой руки, при этом глаза должны быть обязательно завязанными. Выражение лица Розы становится сосредоточенным. При чтении третьим и четвертым пальцами правой руки Роза потирает, надавливая с различной силой по изучаемой поверхности. Проверка болевой, температурной, тактильной чувствительности, вибрационного чувства на воспринимающих поверхностях третьего и четвертого пальцев показала, что все эти виды чувствительности резко обострены. Измерением кожной температуры на подушечках третьего пальца обеих рук было установлено, что температура третьего пальца правой руки на 2,6-2,8 градуса выше, чем на соответствующем пальце левой руки. Возможность восприятия на свету пальцами у Розы не всегда была одинаковой. Восприятие улучшалось при ощущении доверия, в тишине, в спокойной деловой обстановке, при согревании воспринимающих поверхностей пальцев и наоборот. Ухудшалось и даже становилось невозможным при охлаждении или смачивании пальцев рук, после припадков, хозяйственных работ, при волнении из-за недоверия к ней или недоброжелательной шумной обстановке, мешающей ей сосредоточиться. После ознакомления с феноменальными способностями Розы я показал ее другим врачам больницы. Эта первая демонстрация заинтересовала многих, но уже тогда появились и первые сомнения в достоверности факта. Предполагали, что она подглядывает и каким-то образом видит, допускали также возможность внушения или индукции с моей стороны. Для того, чтобы исключить какую-либо возможность подглядывания, я стал накладывать ей по две повязки на глаза, отводить работающую руку дальше, несколько отворачивать голову. Экранировать руку полотенцем или простыней, но все это было недостаточно доказательно, тем более, что в подобных условиях несколько ухудшались результаты распознавания. Тогда был сшит двойной мешок из белой с темными полосами материи, пропускавший свет, но не дававший возможности что-либо видеть через него, и этот мешок был надет Розе на голову до шеи. Тут мы столкнулись с новым непонятным фактом. Способность к восприятию совершенно исчезла, читать и узнавать цвета в этих условиях Роза не могла. Когда мешок снимался, а глаза завязывали обычным способом, опыты шли успешно. Я пытался объяснить этот факт изменением привычных условий восприятия, изменений стереотипа, а также тем, что она чувствует недоверие к себе, сноска номер один. Впоследствии было установлено, что экранирование головы прекращает процесс кожно-оптического восприятия не только у Розы Кулешовой, но и у многих других испытуемых, в том числе и у слепых. Примечание редактора аудиокниги. В другой научной статье М.М.Кожевников пишет о том же. Наконец, следует отметить, что в последнее время в экспериментах случайно обнаружено удивительное явление, нуждающееся в специальном исследовании и научном объяснении. Экранизация верхней части головы, над глазами, бумагой прекращает у ряда испытуемых поток кожно-оптической информации и делает невозможным восприятие и развлечение цветов руками. Это цитата из статьи «Проблемы кожно-оптической чувствительности», которая опубликована в сборнике «Проблемы кожно-оптической чувствительности». Ученые записки, сборник номер 33, Свердловский педагогический институт, 1965 год. Пришлось искать новую методику опытов. Был взят тот же мешок, и окрашенные куски картона или мотки ниток помещались в него и перемешивались. Где что находится, не знала ни Роза, ни экспериментатор. После этого Роза, глаза у нее были завязаны, всовывала в мешок руку, нащупывала один из кусков цветного картона или моток, называла цвет и после этого вытаскивала руку с этим предметом. Впоследствии в мешок вкладывались цветные картинки, фотокарточки, игральные карты и другие окрашенные твердые или мягкие предметы. В начале этих опытов у Розы был еще некоторый процент ошибок. Так, плохо определялись некоторые сорта окрашенной бумаги, цветовые оттенки на нитках. Эти предметы откладывались в сторону, и Роза с ними дополнительно тренировалась. С открытыми глазами она проводила воспринимающими поверхностями третьего и четвертого пальцев несколько раз по предметам. После одной-двух тренировок Роза безошибочно находила предметы этого цвета в мешке. В дальнейшем этот мешок был заменен на мешок из черной света непроницаемой бумаги, употребляющейся для предохранения фотопленок от засвечивания, куда по локоть входила рука. Сам мешок клался на стол, рука всовывалась в него сбоку, горизонтально. Через отверстие в мешок могло проникать лишь небольшое количество рассеянного света. В этих условиях Роза вполне успешно пальцами руки определяла цвет ниток, бумаги, кусков материи, читала фотографии, игральные карты, цветные рисунки, печатный гладкий текст. Это было, как нам кажется, неоспоримым доказательством истинности феномена. Наблюдения и опыты проводились с нами при разных условиях освещенности, при дневном и электрическом свете и в темной комнате, где окулисты проверяют глазное дно, а также в мешке. В результате первого периода наблюдений было установлено, что как при естественном освещении, Так и при электрическом свете Роза одинаково хорошо и бегло могла читать при помощи пальцев обычный плоскопечатный текст со шрифтом больше газетного и газетный. Шрифт меньше петита прочесть при помощи пальцев она не могла. Она хорошо и быстро определяла рисунки, фотографии в журналах «Огонек» и «Крокодил», рисунки на папиросных коробках, хуже на спичечных коробках. Она различала цвета, отдельные буквы и цифры на марках, а с сезанием определяла марки с портретом Ленина, читающего газету «Правда» с изображением семьи Ульяновых, то есть ранее известные ей по содержанию рисунки. На географической карте Роза определяла мелкие по масштабу озера, горы, низменности, хорошо определяла содержание фотокарточек, в том числе и на фотографиях с глянцевой поверхностью, могла читать текст, отпечатанный на глянцевой фотобумаге. Содержание рисунков лучше определялось ей на плотной ровной бумаге. На цветной бумаге и нитках Роза хорошо определяла все основные цвета спектра, хуже воспринимались коричневый, серые цвета. На цветных репродукциях, как и на нитках, также хорошо определяла все хроматические цвета спектра, хуже определялись ею оттенки, полутона. Примерно такие же результаты были получены при определении цветовых тонов на карандашах, акварельных красках, гобеленах, ситцевой ткани. Хуже определяла цвет и рисунок на шерстяных, шелковых и штапельных тканях. Правильно определялись испытуемые на свету и цвет зеленых листьев и даже лепестков розы. Однако определить цвет влажного материала, влажных ниток, разноцветного стекла, картин, написанных масляной краской, цвет литых пластмассовых изделий, Роза в тот период не могла. Не определяла она и цвет металлов, а также одноцветных выпуклых рисунков. Юрий Долгорукий, три богатыря на крыше металлического портсигара. Нас интересовало, изменится ли восприятие при согревании или охлаждении предметов, даваемых для ощупывания. Оказалось, что незначительное согревание или охлаждение предметов на свету на восприятие не влияло. Также не влияло на восприятие и помещение руки, вместе с рассматриваемым предметом в магнитное поле мощного электромагнита, при помощи которого в глазном отделении удаляют металлические осколки из глаз. На свету определялась нами и точность цветоощущения. Исследование проводилось при помощи таблиц Рапкина, которыми пользуются для определения цветовой слепоты у лиц, которым по роду работы необходимо узнавание цветовых сигналов. Таблицы состоят из многих цветных разной интенсивности и размеров кружочков, на фоне таких же кружочков других цветов, различных по светлоте и по яркости. Сочетание более или менее одноцветных кружочков составляет цифру, группу цифр или геометрических фигур. Глазами Роза хорошо определяла содержание всех таблиц, пальцами не всех. Она правильно определила первую, вторую, третью, четвертую, девятую, одиннадцатую, двенадцатую и семнадцатую таблицы, частично определила десятую, тринадцатую, шестнадцатую, двадцать первую таблицы. В ряде таблиц она путала малиновый и красный цвет, плохо определяла серый, коричневый и светло-коричневый цвета. Результаты исследования показывали, что Роза настолько хорошо определяла цвет, различных кружочков фигуры и фона пальцами, что во многих случаях у нее не складывалось общего впечатления фигуры или цифры. Глазом же мы, определяя фигуры или цифры, не обращаем внимания на оттенки и цвет, составляющих их цветных кружочков. Интересные результаты опытов в темноте, хотя следует оговориться, что абсолютной темноты в ряде опытов очевидно не было создано. Опыты проводились в неосвещенной комнате вечером или рано утром, а также в темной комнате без окон. Результаты всегда были значительно хуже, чем в светлой комнате. Роза могла определять лишь отдельные крупные буквы, иногда отдельные слова или содержание отдельных рисунков. Однако в отдельные дни правильно определяла цвет галстука, носовых платков, рубашек и даже нижних сорочек у ряда лиц лиловый, фиолетовый, синий в клеточку и так далее, а в отдельные дни определить в этих условиях вообще ничего не могла. Сноска номер два. Нам думается, что неумение распознавать признаки цвета в темноте было обусловлено тем, что Роза Кулешова не тренировалась распознавать цвет в этих условиях. Все упражнения ранее осуществлялись ею на свету. В черном бумажном мешке Роза определяла значительно лучше, чем в темной комнате. Она хорошо различала основные цвета ниток, но путала оттенки. Фиолетовый, например, называлась сиреневым, медленнее вытаскивала заданного цвета куски картона или игральные карты. Для исключения какого-либо влияния индукции со стороны экспериментатора, предметы, нитки мулине, игральные карты, цветные куски картона одновременно вкладывались в мешок и перемешивались в нем. Что где находилось, не было известно ни экспериментатору, ни испытуемой. Роза определяла предметы по заданию. Зеленые нитки, красный кусок картона или семерку пик находила в мешке, называла, а потом вытаскивала для контроля. Нас заинтересовало, может ли Роза определить цвет лучей, направленных на руку. Для этого подушечки третьего и четвертого пальцев руки засвечивались в темноте фонариком с белым, красным и зеленым светофильтрами. Засвечивание и цвет она тогда не определяла. Объяснить, каким образом воспринимаются цвета, рисунки, текст Роза точно не могла. Она рассказывала, что красный цвет она ощущает как крестики, синий как полоски, зеленый воспринимает более гладким, чем желтый. Но эти объяснения не были постоянными. Часто Роза просто настойчиво просила самого экспериментатора потрогать пальцами руки и ощутить разницу между белой бумагой, рисунком и текстом, различными цветовыми тонами на рисунках и предметах. Таким образом, первый период изучения способностей Розы Кулешовой в основном контактной чувствительности был закончен. Испытуемое предоставлено в психологическую лабораторию Нижнетагильского педагогического института, где в присутствии доцента Кожевникова нами был проведен ряд контрольных опытов. Было решено доложить результаты исследований на конференции Уральского отделения Всесоюзного общества психологов. Конференция состоялась в сентябре 1962 год в Нижнем Тагиле. В работе конференции участвовали видные психологи из разных городов Советского Союза. На конференции мною был прочитан доклад к вопросу об упражняемости органов чувств с демонстрацией феномена Розы Кулешовой. Роза безошибочно определяла пальцами цвет предметов, читала новый текст и выполняла разные другие задания. После демонстрации опытов и доклада произошел оживленный обмен мнениями по поводу природы феномена. Было выдвинуто несколько гипотез. Одни считали, что Роза Кулешова реагирует на тончайшие различия в температуре разноокрашенных поверхностей предметов, другие говорили об ощущении пальцами структурных различий красящего вещества, об электромагнитной природе явления. В день окончания конференции некоторые из ее участников приехали к Розе домой и проверили ее способности в обычных домашних условиях. Оказалось, что ее чувствительность дома нисколько не ниже, чем в условиях публичной демонстрации. Первая публикация о феномене была дана в газете «Тагильский рабочий» от 9 октября 1962 года, где была помещена статья доцента кафедры «Педагогики и психологии Нижнетагильского педагогического института Новомейского научные изыскания психологов на Урале». Эта статья, в которой сообщалось об исследованиях, проведенных с Розой Кулешовой, была перепечатана рядом газет и журналов в Советском Союзе и за границей. Позже один из участников конференции, психолог Гальперин, на страницах газеты «Известия» от 24 октября 1962 года, в заметке «Цвет» на ощупь рассказал о своих впечатлениях и предположениях в отношении природы феномена. Часть третья. Второй этап исследований. Изучение дистантной и проникающей чувствительности Розы Кулешовой. В октябре 1962 года Роза Кулешова была направлена на лечение в клинику профессора Шефера, город Свердловск, где и находилась в течение полутора месяцев. Физиологические исследования ее способностей проводились доцентами Добронравовым и Фишелевым. 5 декабря 1962 года. В Свердловске состоялось совместное заседание научных сообществ психиатров, невропатологов, психологов и физиологов, где были доложены результаты клинического обследования Розы Кулешовой и физиологических исследований, проведенных с ней в клинике профессора Шефера. Лечащий врач Кислицына доложила историю болезни. Проводя анализ полученных электроэнцефалографических данных, она отметила определенные изменения электроэнцефалограмм, получаемых у Розы во время опытов с чтением пальцами. Кислицына отмечала появление депрессии альфа и бета-ритма, более выраженных в тактильном анализаторе, меньше в зрительном. О результатах физиологических исследований сообщил Добронравов и Фишелев. Повторяя и углубляя предыдущие исследования и систематически тренируя испытуемую, они добились выяснения и уточнения ряда данных, недостаточно изученных в первый период исследования. Так ими было подтверждено, что способность Кулешовой видеть пальцами одинаково выявляется при дневном и искусственном электрическом освещении, значительно уменьшается при малой освещенности и почти исчезает в темноте. Была доказана возможность определять буквы и отдельные слова через толщину целлулоидной пленки, возможность определения цвета литых пластмассовых изделий, если предварительно поскоблить их, сделать их поверхность шероховатой. Особое внимание было уделено исследователями изучению дистантного восприятия цветовых лучей и возможности восприятия изображения на экране. Роза пальцами различала содержание кадров диафильма, спроецированного на экран из матового стекла. Она воспринимала в темноте через стекло линии герб, нарисованные на бумаге флюоресцирующими красками, определить на свету это не могла. Исследователи установили, что роза пальцами может ощущать цвет лучей. Источник света мощностью 25 Вт посылал через объектив пучок света, на пути которого стояли различного цвета светофильтры. Роза, по выступающим в сознании, с мутным температурным ощущением, чувствовала разницу при засвечивании. Предварительно ей объяснили, какие это цвета. После тренировки она уже безошибочно могла определять на расстоянии правой рукой цвет зеленых, желтых и фиолетовых лучей. В клинике профессора Шефера впервые был проведен опыт и насмешение цветов. Светло-зеленая обложка книги в красных лучах казалась розе синей, и она была очень удивлена тем, что поверхность книги, которую она не выпускала из рук, затем при освещении электрическим светом стала вдруг светло-зеленой. Было отмечено, что при резких изменениях освещенности у розы наблюдались явления, напоминающие световую и темновую адаптации. Дебронравов и Фишелев объясняли способности испытуемой повышением чувствительности рецепторных аппаратов с расширением границ восприятия до света ощущения и развлечения хроматических цветов. Ими была высказана мысль о большом значении фоторецепции при применении научно обоснованной методики упражнений для компенсации слепоты. На этом же заседании, с новыми данными, которые были получены после возвращения Розы Кулешовой в Нижний Тагил, конец ноября, начало декабря 1962 года, выступил доцент Новомейский и автор настоящей статьи. Этот новый цикл опытов проводился в Первой городской больнице и психологической лаборатории Нижне-Тагильского педагогического института. В их проведении участвовал доцент Новомейский и автор статьи. Ряд опытов был проведен доцентом Кожевниковым. Нами была сделана попытка определить, подчиняются ли кожно-оптические ощущения законам обычных зрительных ощущений. Опытами было установлено, что законы перспективы, контраста, смешения цветов, иллюзии при кожно-оптическом восприятии такие же, как и при обычном зрении, хотя и проявляются в несколько иной форме. В этот же период было выяснено, что воспринимающей поверхностью розы могут служить не только третий и четвертый пальцы правой руки, но и в меньшей степени и подушечки остальных пальцев правой руки, а также пальцы левой руки. Наконец, исходя из того, что осязание у человека наиболее выражено в кончиках пальцев и кончике языка, была сделана попытка получить ощущение цветовых тонов кончиком языка. Для этого розе, у которой глаза были завязаны, чтобы исключить подглядывание, на веки глаз накладывалась вата, а потом глаза плотно завязывались. Давалось цветное драже для ощупывания пальцами, а потом это же драже ощупывалось ее языком, рот был полуоткрыт. Достаточно было двух-трех сочетаний, чтобы выработались условные рефлексы второго порядка, и роза безошибочно смогла определять кончиком языка четыре цветовых тона драже – белый, желтый, красный и зеленый. Особое внимание уделялось нами изучению особенностей восприятия у розы, которые мы назвали проникающим. Суть этого нового явления заключалась в том, что роза пальцами воспринимала цвета и изображения через полупрозрачный и непрозрачный материал – бумагу, рентгеновскую пленку, стекло, фольгу и другие. Роза по светлоте смогла отдифференцировать четыре слоя копировальной бумаги – красный, желтый, зеленый и черный – и правильно расположить их. Она правильно определяла цвет лекарственных порошков – розовый, белый, коричневый, положенный под лист белой бумаги, цвет кусков бумаги, положенных под бумагу. Кальку или рентгеновскую пленку – в последнем случае по светлоте, границу жидкости в колбе при ощупывании ее снаружи через стекло и так далее. Желая исключить воздействие тепловых лучей, мы пропустили белый луч через трехгранную призму. Затем этот луч был пропущен через теплопоглощающую линзу с водой, отражен в зеркале и направлен на экран из холста. С обратной стороны холста Роза Кулешова пальцами определяла цветовые тона радуги. Определяла она цвет и вид движущейся кривой на экране осциллографа. Было также отмечено, что в темной комнате при выключении света Роза еще некоторое время может читать черные буквы и читать сине-фиолетовые тона спектра. Некоторые результаты этих исследований были опубликованы Новомейским в статье «Второе зрение» в газете «Тагильский рабочий» от 16 декабря 1962 года. Несколько позже Роза Кулешова подверглась еще одному циклу исследований, на этот раз в Москве. Программа исследований была составлена сотрудниками Института проблем передачи информации Мерзой, Богоявленской и профессором Басиным из Института неврологии Академии медицинских наук СССР. В обследовании участвовали и представители Института биофизики Академии наук СССР. Результаты исследований московских ученых были опубликованы в газетах «Известие номер 11» за 1963 год, «Красная звезда» от 3 февраля 1963 года и других. Новыми данными в опубликованных статьях было обнаружение возможности без участия зрения различать «зажжен» или «потушен в комнате свет», определять пальцами ног цвет бумажных квадратиков белого и черного, на которых Роза стояла. Данные, полученные сотрудниками Института биофизики Академии наук СССР, были сообщены в газете «Известия» в статье под названием «Зрение в кончиках пальцев». Остановимся на описанных в статье опытах. Исследователи проецировали изображение на экран из матового стекла, и Роза четко различала на нем светлые и темные места. Исключая тепловые лучи, поставив на пути изображение фильтр, поглощающий инфракрасные лучи, и наоборот, оставляя лишь тепловую, а невидимую картину изображения, исследователь сделал вывод, что основное значение имеет не тепловое излучение, а восприятие света кожей пальцев, и, как пишет автор статьи, оставалось только зрение, зрение в кончиках пальцев. На пальцы Роза направляли два разноцветных луча. Роза всегда различала цвета. Далее физики установили, что на один квадратный миллиметр поверхности пальцев Розы приходится десять светочувствительных элементов, по словам автора статьи, типа колбочек с тремя типами приемника света, синими, красными и зелеными, и что восприятие Розы аналогично зрительным восприятиям. В дальнейшем вместо этих элементов указывалось на роль светочувствительного пигмента в пальцах у Розы. Автор статьи Сворень ставит вопрос, есть ли у других людей светочувствительность пальцев. Ответ на этот вопрос дали опыты со студентами, проведенные доцентом Нижне-Тагильского педагогического института Новомейским. Оказалось, что способность различать цветовые тона на бумаге присуща в зачаточном состоянии всем испытуемым. Примерно у шестой части студентов зачатки кожно-оптического чувства были очень хорошими, причем ряд студентов определял разницу в окраске и через лист белой бумаги. Была также сделана попытка обнаружить наличие кожно-оптической чувствительности у слепых. Часть 4. Особенности кожно-оптической чувствительности и отличия ее от зрения. Как нами уже отмечалось, исследователями, проводившими эксперименты с Розой Кулешовой, и учеными, обсуждавшими феномен, были высказаны различные предположения в отношении его природы. Высказывались гипотезы о том, что Роза ощущает чрезвычайно тонкие температурные различия, различную структуру красящего вещества или химический состав его, что у нее чрезвычайно развита осязательная чувствительность. Повышена чувствительность рецепторных аппаратов с расширением границ восприятия до света ощущения и различения хроматических цветов. А также гипотеза о зрении в кончиках пальцев, наличии специфических фоторецепторов, способных воспринимать световые воздействия, и о роли пигмента. Некоторыми учеными способности испытуемой связывались с телепатией, возможностью каким-то образом улавливать мысли и чувства экспериментатора и сообщать о них. Против телепатии свидетельствуют опыты, проводимые в мешке, где предметы были перемешаны. Экспериментатор сам не знал, где что находится, а испытуемая по заданию вынимала ту или иную игральную карту, предмет определенного цвета. Возможность внушения или индикации была тут исключена. Постоянство восприятия, определенные закономерности ощущений, наблюдаемые нами при изучении феномена. Влияние конкретных условий внешней среды, свет, темнота и другие, также позволяют исключить эту гипотезу. Опыты, проведенные учеными Института биофизики, для исключения участия температурной чувствительности, во время которых выяснилась невозможность восприятия инфракрасных лучей и картинки, созданные этими лучами. Наши опыты с распознаванием цветовых тонов спектра, спроецированного через водяные фильтры на холст, где тепловое воздействие лучей было исключено, свидетельствуют против инфракрасной гипотезы. Однако в процессе выработки дистантной фоторецепции у Розы Кулешовой наблюдались факты, подтверждавшие данные Леонтьева. Вначале поисковая деятельность ее определялась температурными различиями цветовых лучей. Лишь после того, как эти различия были подкреплены словом, обозначением того или иного цвета при засвечивании, Роза безошибочно стала называть цветовые тона, ответы стали определяться чувствительностью к световым лучам. Это, на наш взгляд, не позволяет отвергать полностью участие температурных рецепторов в механизме образования кожно-оптической чувствительности. Для чтения, определения цвета на рисунках, тканях, нитках, розе необходимо было ощупать пальцами тот или иной предмет. При контактном восприятии участие тактильных и кинестетических рецепторов бесспорно. То же можно сказать и о возможности осязательного развлечения с проецированной на матовое стекло, цветной или черно-белой картинки, возможности восприятия через стекло и целлофан. Тут можно указать на кожно-оптическую иллюзию, открытую новомейским. Если под лист стекла на столе положить рядом лист белый и лист черной бумаги и с закрытыми глазами проводить пальцами по стеклу, то пальцы хорошо ощупывают границу между двумя цветами. При переходе на часть стекла, лежащую на черном листе бумаги, пальцы как будто пристают к стеклу, их тяжело вести по нему. Тут, как и в опыте с матовым стеклом, воспринимаемая поверхность одинаковая, а необходимые для распознавания осязательные ощущения различные. Но, конечно, одним осязанием нельзя воспринимать дистантно цветовые тона лучей, так же, как и отсутствие прямого контакта при ощупывании через стекло, целлофан или пленку, не дает возможности определять структуру красящего вещества. В последнем случае ясно участие барорецепторов. Что касается трех видов цветовоспринимающих колбочек в пальцах у розы, якобы найденных исследователями из Института биофизики, то это предположение, по нашему мнению, не подтверждается фактами. Возможность определять цветовые тона предметов, подложенных под лист белой бумаги и красной копирки, что совершенно недоступно зрению, исключает наличие специальных фоторецепторов. Более того, весной 1963 года нами была доказана возможность восприятия цветовых тонов через металлическую фольгу, что также недоступно зрению. Роза хорошо различала все цвета спектра на бумаге через фольгу. Рисунки и крупные цифры определялись ее через фольгу лишь после прямого предварительного ознакомления при помощи пальцев, после этого все 10 взятых рисунков и цифр были определены через фольгу. Таким образом, по нашему мнению, кожно-оптическая чувствительность является синтетическим продуктом всех или почти всех видов кожных рецепторов. Она является не шестым чувством, а одним из видов кожной рецепции, в данном случае на неадекватные раздражители подобно вибрационной чувствительности. Кожно-оптическое чувство может проявляться в различных форматах. Контактные свойства сближаются с обычными осязательными ощущениями, дистантные, в какой-то степени напоминают дистантную рецепцию при помощи других органов чувств. Проникающее же свойство представляется нам новым качеством, недоступным для других органов чувств. Все эти формы проявляются на основе кожных ощущений. Они являются основой восприятия признаков света и цвета и у Розы Кулешовой, и у остальных испытуемых. Эти ощущения, разные испытуемые, трактуют по-разному. Художник Борис Малышев из редакции журнала «Наука» и «Жизнь желтую бумагу» определял как пористую и гладкую, красную – как липкую. Роза часто определяла свои ощущения понятиями не только осязательными, но и зрительными, иногда температурными. Но у нее эти показатели часто непостоянны. Приводим шкалу субъективных показателей контактных ощущений у Розы Кулешовой. Февраль 1963 года, таблица номер один. Красный цвет – извилистая горизонтальная линия, крестики. Оранжевый цвет – маленькие извилистые горизонтальные линии, как ленточки, крупинки. В других случаях – вертикальная извилистая черточка. Желтый цвет – выпуклость, есть шероховатости, как крестики, гладкий, но… Более шероховатый, чем белый. Зеленый – ощущение горизонтальных и вертикальных палочек, вроде… Цифра 1 – в других случаях – горизонтальная извилистая линия. Более гладкий, чем желтый. Голубой – черточки маленькие, радиальные горизонтальные мелкие. Черточки – между ними крупинки. Синий – черточки горизонтальные, большие, в других случаях – полоски. Фиолетовый – черточки горизонтальные, но длиннее, чем синее. Иногда. Ощущаются черточки, меньшими, чем синее. Черный. Шероховатости – крупинки. Серый, серебристый, гладкий, но чуть шероховатый. Таким образом ясно, что кожно-оптические образы недостаточно четко можно определить словами. У Розы – это незрительные образы, при контактном восприятии, а тактильные ощущения, прикосновения к крестикам, точкам, степень гладкости и шероховатости часто неодинаковые в различное время. Осознание этих ощущений требует внутренней теоретической поисковой деятельности Палеонтьеву огромного активного внимания и напряжения. Роза Кулешова, например, быстро устает во время опытов, пальцы у нее потеют. Как относится между собой кожно-оптическое чувство, второе зрение и обычное зрение? Хотя кожное зрение во многом напоминает зрение глазами и подчиняется многим законам видения человеческим глазом, контраста, перспективы, иллюзии, законов смешения цветов, но оно во многом отличается. Во-первых, оно отличается от восприятия глазом в такой же степени, как восприятие очень близорукого человека от восприятия хорошо видящего. Или в какой степени человек, стоящий у стены высокого дома и смотрящий на стену прямо перед собой, может увидеть глазом весь дом. Он хорошо видит стену прямо перед собой, может разглядеть тут мельчайшие детали и шероховатости, но перспективы здания, взаимоотношения его с другими домами и местностью охватить сразу не может, ему надо двигаться. Также, передвигаясь, охватывают весь текст или рисунок пальцы розы. Изображение развертывается, как в кинескопе, информация суммируется и отбирается. Во-вторых, не всегда зрительные наименования розы аналогичны зрительным ощущениям, получаемым с помощью глаз. Розе дается белое драже, цветной горошек. Она правильно определяет языком «белое». Но мы засвечиваем комнату синим цветом, белое драже кажется нам сейчас синим. Однако более 50% проб остается прежними, драже белое. Неправильными были ее ответы при ощущении желтых и зеленых предметов, освещенных красным цветом. Роза называла их голубыми, синими, глаз же видит их оранжевыми и желтоватыми. Нами была проведена серия опытов с Розой Кулешовой по определению цвета и рисунка на цветной бумаге, положенной под цветные стекла светофильтры. В качестве цветной бумаги с рисунками использовалась разрезная азбука. Роза через цветное стекло распознавала пальцами как цвет бумаги, так и характер рисунка, таблица номер 2. Из опытов видно, что даже толстое цветное стекло толщиной в 3 мм не является препятствием для восприятия рукой истинного цвета бумаги, лежащей под светофильтром. Таким образом, кожно-оптическое чувство обладает свойствами, недоступными зрению. В силу особенностей проникающего восприятия возможно определение истинного цвета предметов, цвета, определяемого глаза на свету, через лист бумаги, фольги, окрашенное стекло, что совершенно недоступно глазу. Пятая часть. Эволюция кожно-оптической чувствительности у Розы Кулешовой. Кожно-оптические ощущения у Розы развивались постепенно. В начале это было медленное и не всегда точное определение цвета бумаги при ощупывании и потирании или определении букв ощупыванием. В процессе тренировки точность распознавания и процесс восприятия ускорился. Кожно-оптическое чувство у нее в первый период исследований было только контактным. В дальнейшем она научилась распознавать цвет разных лучей спектра на расстоянии и цветовые тона объектов через другие среды – стекло, целлофановую пленку и бумагу. Она стала читать тексты, написанные на бумаге молоком, солью, сахаром, распознавать игральные карты через рубашку, цвет цветной бумаги через несколько листов белой бумаги и так далее. Появились дистантные и проникающие способности. Слабо выраженные в начале навыки распознавания закрепились в процессе тренировки. Однако следует отметить, что летом 1963 года кожно-оптическая чувствительность у Розы Кулешовой стала ухудшаться. Уже в начале исследований было отмечено, что атмосфера внимания и доверия улучшала восприятие испытуемой, а отвлекающие факторы – подозрительность и недоверие к ней – резко ухудшали восприятие и делали его невозможным. Начало ухудшения совпало с производимыми нами и другими исследователями в это время опыты с экранированием головы, которые Кулешова воспринимала как проявление недоверия к ней. С этого времени кожно-оптическая чувствительность резко ухудшалась и способность к распознаванию уменьшилась. Даже обычное, очень легкое ранее для нее распознавание цветовых тонов бумаги, положенных перед нею, стало теперь невозможным. Тем более ухудшились результаты в опытах, проводимых в мешке или через непрозрачные среды. Лишь в отдельных случаях, особенно в присутствии новой для нее аудитории, результаты значительно улучшались. Чем же, на наш взгляд, объясняется регресс кожно-оптической чувствительности у Розы Кулешовой? Регресс, в первую очередь, связан с ухудшением состояния здоровья больной. Частота припадков, особенно типа амбулаторного автоматизма с сумеречными состояниями сознания, значительно увеличились. Резче проявились свойственные заболеванию изменения личности, появились бредовые идеи величия и ущерба. Сильнее давало знать тугоподвижность мышления, проявляющиеся в постоянном застревании на одном и том же многословии, неумении отличить главное от несущественного. Развилась наклонность к однообразным трафаретным речевым оборотам. Тренироваться Роза почти прекратила, соглашаясь лишь на редкие тренировки без достаточного желания и сосредоточения внимания. Процесс восприятия стал подменяться у нее попытками угадывания и даже подглядывания. Ухудшение состояния здоровья и прекращение тренировок привели к регрессу кожно-оптического чувства у Кулешовой. Представляет интерес, что примерно то же было и с больной стероэпилепсией, описанной Ховрином. В течение почти восьми лет его наблюдений у больной чередовались периоды чрезвычайно точного определения затруднением или невозможностью ее способностей. Будущее покажет, окажется ли нынешний регресс Кулешовой стойким, или кожно-оптическое чувство вновь начнет проявляться при улучшении состояния здоровья. Феномен Кулешовой вместе с тем дал толчок к исследованиям кожно-оптического чувства у здоровых людей, проведенных учеными Нижнего Тагила, Свердловска, Магнитогорска и Шима, и давших очень интересные и ценные результаты. Часть шестая. Попытка физиологического объяснения явления. Как же объяснить наличие кожно-оптического чувства у человека? Ведь Новомейский, Судаков, Добронравов и другие показали, что кожно-оптическое чувство встречается в зачаточном состоянии у всех людей, а примерно у шестой части испытуемых выражено более или менее ярко. Являясь рецепцией кожи на неадекватные раздражители, это чувство представляется нам древним механизмом. Кожа у низших животных является органом, воспринимающим все раздражители окружающего мира. Известно, например, способность червей воспринимать кожей световые раздражения. В дальнейшем, под непрерывным воздействием внешней среды, чувствительные клетки кожи специализировались. Стали отвечать преимущественно на адекватные раздражители, а на более высоких ступенях эволюции превратились в органы чувств, связанные с корой головного мозга. Анализ и синтез этих ощущений, осуществляемый корковыми концами анализаторов, становится чрезвычайно тонко дифференцированным и функционально суженным. Эта дифференцировка и сужение в процессе эволюции осуществляется далеко не сразу. Органы чувств первобытного человека, активно отстаивающего свою жизнь в борьбе с силами природы и опасностями, подстерегающими на каждом шагу, надо думать, давали тонкие, но менее дифференцированные ощущения, чем у людей XX века. Возбудительный процесс в корковом отделе анализатора у далеких предков человека, благодаря мощным подкорковым импульсам, вероятно, распространялся по коре и на другие анализаторы. Рудиментами такой древней чувствительности нам представляются синестезии, своеобразные особенности восприятия, при которых раздражение одного из анализаторов вызывает появление сопутствующих ощущений, характерных для других органов чувств. Синестезии объясняются и радиацией возбудительного процесса с одного коркового анализатора на другой, а также недостаточной дифференцировкой ощущений. Синестезии бывают у лиц художественного типа, музыкантов, художников, поэтов и других и выражаются в том, что восприятие определенных звуков сопровождается видением какого-либо цвета, фигуры или картины, цветной слух, ощущение цвета сопровождается слуховыми ощущениями и так далее. Синестезии могут быть между всеми органами чувств. Осязательно-зрительные синестезии, особенно яркие, встречаются очень редко. В жизни мы всегда встречаемся с высшей формой синестезий, условно-рефлекторными синестезиями. Так, по одному запаху котлет или борща мы узнаем, что будет сегодня на обед. Обонятельное ощущение дает нам сложное представление, полученное ранее на основе вкусовых, зрительных и других ощущений. Процесс формирования таких синестезий происходит на основе условно-рефлекторных связей в раннем детском и школьном возрасте. Надо полагать, что в раннем детском возрасте человек получает и кожно-оптические ощущения цвета и света. В дальнейшем, однако, эти ощущения вытесняются постепенно зрительными. Механизм кожно-оптического чувства проявляется порой и у взрослого человека при условии внутренней теоретической поисковой деятельности в результате тренировки. В патологии же, когда тонус коры снижен, при сочетании истерии с некоторыми формами эпилепсии. В гипнотическом сне и при некоторых психических заболеваниях с наличием галлюцинаций подпороговые кожно-оптические раздражители превращаются в осознанные и так или иначе выявляются на основе предшествующего опыта индивидуума. Только так, на наш взгляд, а не наличием зрительного пигмента или палочек и колбочек в коже, можно объяснить факты, полученные при исследованиях Кулешовой. По данным Пенфилда, височно-теменная область коры больших полушарий имеет отношение к сложным механизмам памяти и речи. Эта область коры расположена между зонами, в которые поступают все виды ощущений, включая обонятельные и висцеральные, представляет собой обширную нейронную сеть для всех специфических чувствительных систем. Наличие у розы височной эпилепсии с правосторонней локализацией процесса указывает на заинтересованность этой области коры. Таким образом, кроме кожно-оптического чувства, в будущем, вероятно, будут обнаружены также кожно-вкусовые, кожно-обонятельные и даже кожно-слуховые ощущения. Некоторые интересные цитаты из других статей. Экспериментатор держал лист цветной бумаги, красный или синий, на некотором расстоянии за затылком испытуемый, сидящий с завязанными глазами. Одновременно экспериментатор называл цвет листа и предлагал испытуемый как можно ярче представить себе его наглядно. После нескольких упражнений испытуемые обычно говорили, что каждый раз по предъявлению цветного листа в положении за затылком у них между бровями и на веках закрытых глаз появлялись круглые пятна или продолговатые полосы того же цвета, каким был лист в руках экспериментатора. Эти субъективные показатели сопровождались более или менее точным распознаванием цвета бумаги. Наиболее отчетливо проявилась эта способность ориентироваться в определении цветов на зрительные образы в положении за затылком в опытах со школьницами восьмого класса в школе-интернате номер 19 города Свердловска, проводимых совместно Судаковым, Новомейским, Сюзевым. Испытуемые Наташа Т. и Лилика. Научились определять цветовые тона бумаги, находящиеся за затылком. При этом они ориентировались, по их словам, на зрительные представления о цвете того листа, который держал в руках экспериментатор. Подглядеть за затылком испытуемые, естественно, не могли. Но в целях контроля на глаза испытуемой надевались заклеенные черной бумагой мотоциклетные очки, на голову и шею опускалась плотная бархатная накидка. Ошибок испытуемые почти не делали. После этого Новомейский и Сюзев провели опыты на распознавание цвета в положении за затылком через металл. Приведем данные этого опыта. 18 февраля 1964 года экспериментатор Новомейский держит в руках за затылком испытуемый цветной лист размером 26 на 19 сантиметров, плотно зажатый между металлическими пластинами, сверху стальная пластина толщиной в 1 миллиметр, а внизу более тонкая жестяная. Экспериментатор не знает, какого цвета бумага под стальной пластинкой. Бумагу вкладывают между пластинами в стороне из перетасованной пачки. Причем испытуемый сидит с заклеенными мотоциклетными очками на глазах и с бархатной накидкой на голове, опускающейся до плечей. Испытуемая Наташа Т. Безошибочно определяет через сталь цветовые тона. Цитаты из научной статьи Новомейского, Судакова, Сюзева о распознавании признаков цвета через непрозрачные среды с помощью кожной чувствительности. Статья опубликована в сборнике материала исследования кожно-оптической чувствительности. Челябинский педагогический институт, 1965 год. В течение 10 занятий удалось сформировать у слабовидящего навык дистанционного кожно-оптического восприятия крупных букв и цифр, а потом чисел и слов. Тем самым доказана возможность научиться читать на расстоянии с помощью ладони хотя бы крупный текст. Некоторые дополнительные опыты позволяют нам сделать вывод, что незрячих людей можно научить читать на расстоянии и с помощью кончиков пальцев. В этом случае размер шрифта можно значительно уменьшить, и процесс чтения очень приблизится к обычному чтению с помощью зрения. С другой стороны, возможность восприятия букв и цифр, изображенных различным шрифтом, позволяет надеяться, что в процессе тренировок можно научить слепых и слабовидящих воспринимать дистантно-предметные рисунки и фигуры. В этом фрагменте идет речь об испытуемом, который уже был обучен различать цвета рукой. Цитата из научной статьи доцента Новомейского из опыта формирования кожно-оптического чувства у незрячих людей. Опубликованы в сборнике «Проблемы кожно-оптической чувствительности». Ученые записки Свердловского педагогического института, выпуск номер 33, 1965 год. Вера Петрова, 11-летняя школьница из города Новочеремшанска Ульяновской области. В феврале 1964 года при встрече с корреспондентом газеты «Сельская жизнь» с плотно завязанными глазами безошибочно различала цветную бумагу и карандаши пальцами рук и ног. Плечами, коленями узнавала цвет предметов как при соприкосновении с ними, так и на расстоянии 6-8 сантиметров от них. Кроме того, различные предметы помещались под 2-3 книги, и девочка называла их. Безошибочно читала фотографии, видела сквозь одежду. «Вот ваше сердце», — сказала она, неторопливо водя детской рукой по груди корреспондента Калистратова. «Оно в каком-то мешочке». «А как оно бьется? Вверх или вниз растягивается?» «Нет, оно бьется вот так», — и девочка несколько раз жала свой кулачок. «А потом прибавила, и красная кровь по трубочке течет, вот в эту сторону». «Потом девочка показала темно-коричневую печень, большой мешок, толстую трубку, пищевод». «А когда руками стала рассматривать живот, сморщилась, фу, там какие-то змеи». «Наступив на фотографию ногой в чулке и шерстяном носке, она называла изображенных на ней знакомых». Вводя рукой по страницам журнала, Вера читала текст, угадывала мелкие рисунки. Корреспондент проверил ее способность видеть сквозь стену. В апреле Веру Петрову привезли в Ульяновск, где ученые провели всесторонние исследования ее необычных способностей. В состав комиссии Министерства здравоохранения РСФСР входили известные психиатры. Директор Государственного научно-исследовательского института психиатрии профессор Федотов, профессор Николаев, педагог-психиатр Тепеницына и другие. Ученые пришли к единому мнению. Да, действительно, Вера Петрова обладает феноменальной способностью видеть кожей. Опыты подтвердили это. Да, она узнавала цвет бумаги через две-три толстые книги, положенные сверху, читала текст из журнала «Пионер». Проводя локтем по расположенным на столе картинкам из детского лото, она рассказывала, что на них нарисовано и какого цвета. Через толщу ковра, ногой в туфле, чулке и носке Вера нащупала картонку с рисунком и радостно воскликнула «Да это же петушок». Комментируя увиденное, профессор Федотов ссылается на работы известного советского психолога Леонтьева, который установил, что у всех людей есть области кожной поверхности, очень чувствительные к свету, например, участки между бровями. Кстати, Вера Петрова, пытаясь объяснить, где же у нее рождается изображение, указывала именно на это место. Это цитата из книги «Загадки и резерва психики». Автор книги, один из исследователей кожного зрения, психолог В. С. Матвеев. Книга опубликована в издательстве Уральского университета в 1990 году. Важно отметить, что вообще все феноменальные случаи в отношении кожно-оптической чувствительности, обнаруженные на Урале, Роза Кулешова, Надя Лобанова, Таня Дайбель и другие, указывают на связь кожного зрения с художественным типом человека. Новомейский, проводя эксперименты со студентами разных факультетов, обнаружил, что на математическом факультете кожно-оптическая одаренность выявляется примерно у одного студента на 12 человек. Среди студентов художественно-графического факультета примерно у каждого шестого человека. Среди студентов музыкального факультета примерно у каждого пятого человека. Цитата из статьи доцента Новомейского «Итоги и перспективы исследования кожного зрения на Урале». Статья опубликована в сборнике «Итоги и перспективы советской психологии на Урале». Пермский педагогический институт, 1967 год. Основные свойства кожно-оптической чувствительности. Фрагмент научной статьи 1968 года Четина и Новомейского к вопросу о физической природе кожно-оптической чувствительности. Опубликованы в сборнике «Вопросы комплексного исследования кожно-оптической чувствительности». Ученые записки Свердловского педагогического института «Свердловск», 1968 год. Первое свойство. С помощью кожи руки, как зрячие, так и слепые люди распознают признаки цвета и графическую форму предметов. А. Контактным способом – потиранием пальцами о цветную поверхность. Б. Дистантным способом – поисковыми движениями ладони в воздухе над цветной поверхностью. У ряда испытуемых определение цвета на основе кожной чувствительности достигает точности, близкой к результатам распознавания цветов с помощью глазного зрения. Второе свойство. Цветовые тона опознаются на основе улавливания испытуемыми различий температурного и тактильного порядка, изменяющихся при дневном свете по схеме цветового оптического круга. Интенсивность опознаваемых сигналов нарастает от нейтрального зеленого цвета по направлению с одной стороны – голубому, синему, фиолетовому, и с другой стороны – к желтому, оранжевому и красному образцам. Красные и фиолетовые концы цветового ряда, темные цвета, действуют наиболее интенсивно и на большем расстоянии, чем другие тона расстояния на рецепторы кожи. Желто-зеленая, зеленая и голубовато-зеленая – середина цветового ряда, светлые тона, оказывает напротив минимальное воздействие и распознается на более близком расстоянии от руки. В темноте интенсивность воздействия цветовых образцов меняется. Наибольшее воздействие начинает оказывать светлые по тону, середина цветового ряда, и меньшие, темные по тону, его концы. Свойство третье. По своей форме закономерности кожно-оптического восприятия такие же, как и закономерности нормального глазного зрения, в кожно-оптическом восприятии проявляются. А. Законы смешения признаков цвета, аналогичные оптическому и пространственному смешению признаков цвета в глазном зрении. Б. Хроматические и светлотные контрасты. В. Явление Пуркинье. Г. Контрастность восприятия цвета и графической формы. Д. Оптическая перспектива. Е. Оптические иллюзии. Ж. Адаптация к свету в темноте. Свойство четвертое. Кожно-оптическое восприятие существенно зависит от физических качеств среды, через которую происходит распознавание признаков цвета и графической формы. Сама по себе прозрачность среды для видимого света еще не обеспечивает успех распознавания. Большую роль при распознавании играют толщина и структура этой прозрачной среды. А. При прочих равных условиях, чем тоньше прозрачная среда, например, стекло, тем лучше распознаются рукою цветовые тона и графические формы. Б. Через органическое стекло цветовые тона распознаются лучше, нежели через равное ему по толщине обычное стекло. В. Очень плохо распознаются или вообще не распознаются признаки цвета через прозрачные для видимого света целлофан и слюду. Г. Сравнительно хорошо определяются признаки цвета через целлулоидную пленку и желатин. Д. Через слой бензина признаки цвета распознаются легче и быстрее, чем через слой воды той же толщины. Свойство пятое. Признаки цвета предметов определяются рукой через цветные среды типа светофильтров. А. Красную копировальную бумагу. Б. Через стеклянные светофильтры. Красный, желтый, синий, зеленый, голубой, оранжевый и фиолетовый. Свойство шестое. На основе кожно-оптического восприятия происходит распознавание цвета и графической формы через непрозрачные для видимого света среды. А. Через металлические пластины и в условиях нахождения цветных образцов внутри кассет из металла, через свинец, медь, дюралюминий, сталь, латунь и прочее. Б. Через древесину в условиях нахождения цветовых образцов внутри деревянной кассеты. В. Через непрозрачную резину, накладываемую на цветные раздражители, а также через резиновую перчатку, надетую на руку. Г. Через плотную бумагу. Д. Через пластмассовые пластины. Е. Через магнитную плиту. Ж. Через сыпучие вещества, сигнетовую соль, слой снега. Свойство седьмое. Признаки цвета опознаются на матовом стеклянном экране и на холсте, на который проецируются с помощью линз и зеркал через водяные фильтры, монохроматические лучи. Свойство восьмое. Кожно-оптическое восприятие зависит от площади цветной поверхности раздражителя. При прочих равных условиях, чем больше площадь цветного раздражителя, тем легче, быстрее и точнее распознаются признаки цвета рукою. Свойство девятое. Кожно-оптическое восприятие зависит от емкости слоя красящего вещества цветового раздражителя. При прочих равных условиях, чем толще слой красящего вещества, тем лучше, точнее и быстрее определяются испытуемым признаки цвета образца. Свойство десятое. Кожно-оптическое восприятие зависит от цветности основы, на которой покоится опознаваемый раздражитель. Если этот раздражитель покоится на сильнодействующей цветной основе, например, на красной или оранжевой поверхности, то признаки цвета раздражителя меняются в восприятии в сторону признаков цвета основы. Испытуемые в своих определениях начинают путать цвет раздражителя с цветом основы. Наилучшие условия определения имеют место тогда, когда раздражитель покоится на хроматической основе, на бесцветном стекле или на узких рейках, на высоте не менее 60-70 сантиметров от пола. Свойство одиннадцатое. На определение признаков цвета раздражителя влияют находящиеся поблизости цветные объекты. Если во время распознавания цвета рукой подносить к нему сбоку экран другого цвета, то признаки цвета раздражителя изменяются в сторону цвета экрана. Равным образом, если при определении цвета раздражителя рукой экранировать лицо и лоб испытуемого какой-либо цветной преградой, то определение цвета раздражителя рукой нарушается и даже становится невозможным. Свойство двенадцатое. Точность определения цвета и скорость восприятия зависит от электростатического состояния раздражителя и воспринимающей руки. Изменения электростатического состояния воспринимаемого объекта, пластины с текстом, цветные образцы или воспринимающего участка кожи, ладонная поверхность, влияют на остроту кожно-оптического восприятия. Влияет на кожно-оптическую чувствительность и также заземление раздражителя. Свойство 13. Возможность распознавания цвета и процесс чтения с помощью кожной чувствительности зависит от температуры воздуха в помещении. При приближении температуры воздуха к температуре человеческой кожи способность определять цвета и графические формы ослабевает. Свойство 14. Кожно-оптическое восприятие существенно зависит от характера освещенности в помещении. При естественном дневном свете высота цветовых барьеров, границы чувствования воздействия цвета на расстоянии, последовательно понижаются от красного к оранжевому, желтому и зеленому, а затем повышается от зеленого к голубому, синему и фиолетовому. В условиях же монохроматического цветного света проявляется всплеск, дополнительный потому к характеру освещенности. При наличии оранжево-желтого света лампы накаливания имеет место голубой всплеск, чувствительность руки к голубому повышается по сравнению с чувствительностью к другим цветовым тонам. В условиях красного света обнаруживается голубовато-зеленый всплеск. В лучах синего света – желтый всплеск. Свойство 15. Кожно-оптическое восприятие осуществляется не только на свету, но и в условиях полной темноты. Определение признаков цвета в темноте дает не менее устойчивые показатели, чем на свету. Однако сама кожно-оптическая чувствительность в темноте показывает кривую, обратную той, которая наблюдается при дневном свете. В темноте лучше всего на большей высоте ощущается зеленый образец, а затем чувствительность понижается в одну сторону от зеленого по направлению к голубому, синему и фиолетовому, и в другую сторону к желтому-оранжевому и красному. Пик дает середина спектра, снижение, его концы. Чувствительность кожного зрения в темноте аналогична чувствительности нормального глазного зрения при дневном свете. Свойство 16. На процесс распознавания признаков цвета и графической формы существенное влияние оказывает физическое состояние кожи руки. Процесс восприятия нарушается при влажной коже, в особенности тогда, когда рука потеет. Ухудшается распознавание и после охлаждения рук. Положительное влияние оказывает легкое потирание ладони перед опытом сухой тканью. Свойство 17. Кожно-оптическая чувствительность повышается, если предварительно перед опытом кратковременно облучить ладонь ультрафиолетовыми лучами. Сенсибилизация кожно-оптической чувствительности под влиянием ультрафиолетового облучения ладони испытуемого проявляется, во-первых, в повышении абсолютной высоты цветовых барьеров, то есть в обострении кожного зрения, и во-вторых, в установлении устойчивого распределения высоты цветовых барьеров с максимумом в области середины спектра и с понижением чувствительности по направлению к обоим его концам. Свойство 18. Интенсивное инфракрасное облучение ладони перед опытом влияет отрицательно на остроту кожного зрения. После интенсивного облучения кожи инфракрасными лучами кожно-оптическая чувствительность заметно снижается. Свойство 19. Кожно-оптическая чувствительность понижается и даже исчезает в тех случаях, когда испытуемым предъявляли раздражители с полированной зеркальной поверхностью, полированная пластмасса. Полированное зеркальное цветное стекло, полированное дерево, металлические зеркальные пластины, картины, выполненные масляной краской и так далее. В тех случаях, когда полированную поверхность превращают с помощью наждака в шероховатую и матовую, кожно-оптическое восприятие осуществляется нормально. Равным образом, это восприятие становится возможным и тогда, когда на зеркальной поверхности раздражителя появляются выбоины и царапины. Свойство 20. В опытах выявилась возможность кожно-оптического восприятия признаков цвета на основе остаточного излучения металла. Рецепторы кожи воспринимают раздражение со стороны цветного образца не только тогда, когда этот образец непосредственно действует на металл, но и отсроченно, спустя некоторое время после этого действия. Испытуемые ощущают признаки цвета на основе остаточного излучения так же, как и в условиях непосредственного действия цветного образца через металл. Распределение высоты цветовых барьеров в условиях непосредственного действия цвета через металл и на основе остаточного излучения почти идентично. Различие заключается лишь в том, что высота цветовых барьеров, замеренных на основе остаточного излучения металла, несколько понижается по сравнению с замерами, осуществленными при непосредственном действии цвета через металл. Свойство 21. Способность кожно-оптического восприятия признаков цвета и графической формы не зависит от таких факторов, как присутствие экспериментатора, порядка предъявления раздражителей и т.п. Опыты давали тот же самый эффект и в условиях двойного незнания, то есть когда не только испытуемый, но и экспериментатор не знали, какие раздражители предъявляются для распознавания испытуемому в тот или иной момент. Не оказывало на результаты опытов какого-либо существенного влияния и помещения испытуемого в изолированную межстиную камеру, то есть полное обособление его от экспериментаторов. Следует отметить, что после соответствующих тренировок, по-видимому, можно у любого человека выработать способность определять кожей ладони или пальцев рук цвет закрашенных предметов. Способности в кожном зрении различны у людей, но в любом коллективе можно найти наиболее одаренных к восприятию цвета кожи рук и систематическими тренировками достигнуть тех же результатов, которые получены в опытах психологов при изучении кожного зрения с отдельными испытуемыми. Иначе говоря, способность к кожному зрению не является привилегией отдельных личностей, а в той или иной мере присуща каждому человеку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok